С какими способами можно расставить 8 ладей на черные поля шахматной доски, так чтобы они не били друг друга? Задача номер 1752 из кванта. Номер 67 в зачете. Итак, давайте посмотрим следующие поля. Ну, во-первых, нам нужно использовать только черные. Поэтому давайте обмечим их примерно точками. Да, черные поля – это половина полей всех. Так, теперь рассмотрим следующее. Давайте посмотрим на нечетные столбцы нашей таблицы. Это вот этот, вот этот. Что мы можем сказать? В этот столбик мы можем поставить одного слона четырьмя способами. Ну, понятно. Сюда, сюда, сюда или сюда. И поэтому мы запишем четыре. В этот столбик мы уже не можем поставить четырьмя способами, потому что одна клетка будет забита уже предыдущим словом. То есть у нас на три. Следующие – это два. И следующие остаются однозначные. Давайте рассмотрим четные столбцы. Ну, вот, соответственно, эти. Их не бьют слоны из предыдущей группы. Пятичьи слоны. Ой, ладьи. Извиняюсь, ладьи. Их не бьют ладьи из предыдущей группы. Вот эти четные. Проведем логичные действия. Сюда мы можем четыре поставить, сюда мы можем три поставить, сюда мы можем два поставить. Следующие однозначные. Что у нас получается? Четыре. Умножить на три. Умножить на два. Умножить на три. Квадрат. В рядах. И так это 76. Ну да, 24 квадратных ключ можно возвести. Квадрат, давайте я чуть-чуть по-другому то, что расскажу. Смотрите, что можно было сделать. Можно было взять и часть клеток отметить одним образом. На самом деле, по сути, Леша это говорил, что можно взять и рассмотреть то, что он сначала показывал, и что у нас на самом деле здесь появляется. Конечно, они разреженно расположены. Но если убрать все вот эти вот белые места между ними, то это же просто доска четыре на четыре. Согласны? И получается, что когда ставишь на крестике, то задача такая. Данная доска четыре на четыре, сколькими способами можно там поставить ладьи, чтобы они не перетрукнут? Ну понятно, четыре факториала. Вот, и теперь остальные поля, давайте, 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 давайте обведем. Вот они, кружочки. Остальные черные поля. Если смотреть только на кружочки, то тоже понятно, что происходит, правда? Тоже возникает доска четыре на четыре. Вот они, наши кружочки. Соответственно, тоже четыре факториала способом. Четыре факториала умножить на четыре факториала, пятьсот семьдесят шесть. Говорю?